Расскажи, какой Баста как наставник? Нам, как ростовчанам, это особенно интересно. Кстати, да. Во-первых, я, конечно, ни капельки не пожалел, что пошел именно к нему, хотя было возможно, чем пойти к другим наставникам. Он ответственный. Он действительно профессионал своего дела. Он понимает, что такое музыка, он понимает, как она устроена. И в плане того, что я пошел к нему, я ни капельки не пожалел, потому что очень много узнал про музыку. Для меня молодого в то время, очень молодого, прям сурового мальчишки, весь этот шоу-бизнес и вся эта музыка казалась иным миром, вот, поэтому, да. А первое знакомство после сцены с наставником, как это происходит? После проекта, имеется в виду? Ну нет, вот выступили на слепых прослушиваниях, и вот первый раз вас собирают всех вместе. Как это по эмоции? А, нам, значит, создают чат в WhatsApp'е и пишут, вот, так, делаем репетиции, встречаемся такого-то, такого-то числа, у нас репетиции проходили в Газгольдере. Вот. Мы приезжали туда, там, собственно, был он. Я помню, в первый день он нас всех угостил, что там накрыли какую-то низкую поляну, там была пицца, суши, роллы, вообще все-все-все. Это был такой прям этот, мы прям с детьми накинулись на эту еду, и он за все оплатил, короче, это было круто. Вот так вот прошло наше первое знакомство. Самый эмоциональный момент из работы с Бастой? Самое, что вот запомнится надолго? Самое, может быть, смешное, самое интересное, самое необычное? Самое необычное. В общем, есть вот эти вот ушные мониторы, которыми я пользуюсь. Вот так вот они выглядят. Вот, я думаю, что зрители ваши видели, что все музыканты их используют, и когда я в первый раз на меня надели эти штуки, он меня учил, как ими пользоваться, потому что я не понимал, что это за инструмент, а им тоже нужно уметь пользоваться. И он меня очень сильно ругал за то, что я одно ухо всегда вытаскивал, потому что у меня был дискомфорт. А мне нужно было привыкнуть и работать с обоими этими ушами. Вот, и я помню, он такой, Акмаль, не вытаскивай, не вытаскивай. Сейчас мы тебе все отстроим, но главное не вытаскивай, иначе ты там заблудишься потом в композиции в этой, ты забудешь что да как, потому что тут тебя играет одно, здесь ты вообще в колонках слышишь другое. Поэтому вот, и это было самое эмоциональное, это, по-моему, был к финалу репетиция была. Почему именно 2021 год и какой старт был? Благодаря кому ты стартовал? Как это все начинало? Ой, да мы просто писали музыку, мы вообще не рассчитывали на то, что эта песня взлетит так быстро. Это получается артистом прям я стал с какого? С третьего трека я подписал контракт с лейблом, с которым работаю по сей день с Ice Music, и мы вот, третья песня уже стала хитом. Я рассчитывал на то, что мы будем, типа, долго добиваться этого. Это произошло как-то все супер быстро, но мы рады, что так произошло, и мы никакие ставки не ставили на эту песню, я наоборот не хотел ее выпускать, потому что думал, что она слишком взрослая для меня, вот, потому что думал, что будет диссонанс у людей, так как вокал там прям объемный, а я сам, ну, мне было на то время 17 лет, я был прям мальчишкой. Когда меня люди видели, кто поет эту песню, они такие, мы думали, это поет бородатый мужик, а тут какой-то шкет. Вот, поэтому и мы просто писали музыку, и она выстрелила. Расскажи, ну, может быть, не в двух словах, но кратко о своей бабушке, и насколько тяжело такие песни петь на сцене? Песни такие петь очень тяжело, а еще тяжелее их писать, потому что я не хотел ее выпускать по причине того, что она супер личная для меня. Бабуля действительно единственный человек в моей жизни, который всегда был рядом со мной, в плане она меня окружала повсюду, она была моим наставником по жизни, и именно благодаря ей я начал заниматься музыкой, потому что я профессионально занимался футболом, как и мой брат, и хотел пойти в спортивное русло, вот. И она мне, помню, постоянно говорила, давай ты петь умеешь, давай, я уверен, у тебя получится. Вот, родители тоже меня поддерживали, но они как бы, хочешь спорт, иди в спорт, хочешь музыку, иди в музыку. А бабуля вся наставила на музыку, и неизвестно, что бы сейчас было, если бы моя бабуля как раз-таки вот эти напутственные вещи бы мне не говорила. Очень жаль, что она не дожила до вот этих вот времен, не увидела, потому что она больше всех мечтала увидеть меня на сцене, уже как артиста, со своими песнями. Я ей обещал, что я ее свожу куда-нибудь обязательно, там, на первые гонорары. Вот, жаль, что вот не успела. А сложно петь такие песни на сцене? Да, очень сложно. Я порой рыдаю, прям реально рыдаю, потому что каждый раз, когда я ее пою, я вот это вот все заново проживаю. Я помню, как я ее писал за своим старым синтезатором в Москве, в съемной квартире в этой. Вот, и... Да вообще, выпускать эту песню мне очень хотел, потому что она была личная. Я думал, что я ее вот запишу, и буду там вечерком сам слушать, там, друзьям покажу. Но не для большого, в общем, круга людей. Так как мы из Ростова, тоже хотелось бы спросить про Валерия Карпина. Как ты оценишь... Ну, понятно, что давно уже на серьезном уровне сборная не играет. Ага. Ну, такой свой просто взгляд, его как тренера сборной, или... И успехи Ростова сейчас, как и Ростов, находятся на втором месте. Как тебе Валерия вообще? Я не сильно знаком с его работой спортивной, но я наслышал на нем от брата и от своего отца, потому что они все в футболе. Мне кажется, что это спортивный человек максимально. Он дисциплинированный, насколько мне известно. Вот. И что касается ростовского футбола, мне кажется, он на хорошем сейчас уровне находится. Футбол действительно спортивный, футбол динамичный. В общем, Ростов показывает игру, за которой интересно наблюдать. Мне кажется, это самое главное. У меня тогда блиц, быстро. Давай, Ростов или Краснодар? Ой. Знаете, наверное, Краснодар, но объясню почему. Потому что по Ростову у меня не было возможности погулять. Вот сегодня я погуляю после концерта, я заранее спросил у Никиты, говорю, у меня у нас будет время погулять по Ростову, потому что я смотрю, погода классная, улица красивая, хочется увидеть это все. В Краснодаре я погулял, я знаю, что как Краснодар. Про Ростов я еще видел ее просто через окно машины. Баста или Гуф? Баста. Чурба или борщ? Чурба, наверное. Раки или креветки? Ой, раки. Если бы мы про Ростов, то тут грех не очень есть раки. Облажаться на собственном концерте или сходить на концерт Ольги Бузовой? Кстати, я не знаю, и то, и то. Я к Ольге Бузовой нормально отношусь, поэтому мне без разницы. Месси или Мбаппе? Мбаппе. Барса или Реал? Реал все-таки. За Реал тоже болею. Спасибо большое за интервью. Вам спасибо большое.